Ксюша, блин, жила до тебя спокойно, тут теперь не могу поесть нормально какой-нибудь гадости. И четко понимаю, и я думаю, да нет, здесь можно, и вот ты что-нибудь там где-нибудь подъешь, и с утра с этим, там, уж извините, с комом соплей в горле просыпаешься и думаешь, все. Что готовить, что использовать вместо молочной, кисломолочной продукции, где все это брать, и, соответственно, как ты пришла к приготовлению йогуртов. Всем привет, с вами Ксения Черная, и вы смотрите канал про здоровье. И сегодня у нас еще одна чудесная выпускница программы «Практическая антрецеология», и мы поговорим с Ниной, что было до, что стало после, и как изменилась ее жизнь. Нина, привет! Привет! Нина, скажи, пожалуйста, что послужило основной причиной, что ты пошла на программу «Практическая антрецеология»? Как ты приняла это отношение? Спонтанно. Я, изначально я пошла на ваш с Верой Брежневой и с Урсулой Ким, как, мини-марафон. Да, да. Там было... Могу без сахара. Могу без сахара, да, 21 день без сахара. И мы тогда были, я помню, в поездке по Италии, и вот начался этот, значит, марафон, и я такая, все, я не ем сахар. И, значит, там какой-то день уже, 15-й, я думаю, да, горе, но все огнем, хочу мороженое. В общем, наелась, и потом как раз на этом же курсе я вообще узнала о тебе на этом марафоне. Прочитала всю информацию, думаю, ну, наверное, это интересно, почему бы и нет. Это когда я еще такая вся себя мама в декрете, ничего не делающая, и думаю, надо попробовать. Вот, тем более, там, у меня были кое-какие вопросы по здоровью ребенка. Вот, собственно, я думаю, ну, пойду, узнаю, что вообще можно, что вообще нельзя. И так, наверное, я и попала. То есть это не было каким-то вот прям поиском. То есть все сложилось само собой, видимо, там, не знаю, в космос отправила запрос, и вот. Оно пришло. Да, оно пришло. Что для тебя было удивительного на программе, чему ты вообще удивилась, что мы заставляли делать, о чем мы говорили? У меня вообще были ли у тебя какие-то ожидания от этой программы, и что будет это именно так? Да, у меня были ожидания, что мне сейчас тут, ну, как бы, я не помню, сколько, 3 недели? 6 недель. 6 недель. Я думаю, ну, 6 недель, ну, ладно, как бы, долго что-то думаю. Ну, что они там могут не рассказывать вообще? И когда я включила первую лекцию, там, про строение ЖКТ, я еще там, ну, что-то своими делами, какими-то параллельно фоном идет, там, потом ответьте на ряд вопросов. Я говорю, что? Еще ряд вопросов. Тест. И я опять эту лекцию, строение ЖКТ, откуда чего там вытекает? Думаю, да зачем мне вообще вся эта информация? Расскажите мне просто, что мне можно есть. То есть для меня это было открытием, что, не то что открытием, приятно, наверное, удивило, приятно удивило то, что прям это как бы с какого-то такого нуля, чуть-чуть, чуть-чуть медицины даже, да, вот этой вот всего там, чего как устроено. Я этого не ожидала, честно, увидеть. То есть я думала, что там просто будет, ну, рассказ, там, молоко – это зло, там, не знаю, глютен – это плохо, ешьте огурцы. Вот, как бы вот так. А мне очень понравилось, что вообще, ну, как бы объясняется, почему. Так легче воспринимается информация, как работает наш организм, почему мы не едим те или иные продукты конкретно? Мне было так легче. А почему? Потому что я сейчас, даже если мне задают вопрос, я могу сама там что-то сумничать и сказать, что, ой, это там не переваривается, это там вообще там откладывается. То есть как бы все равно какая-то, не просто на заборе написано, да, а есть какая-то осознанность, есть исследования опять-таки, ну, то есть какая-то база, на которую можно опираться и, ну, не просто голословно, так скажем, рассказывать, да, вот это все, это очень так помогает. И я вообще, когда вот еще в институт так собиралась поступать, я очень хотела пойти в медицинский, и поэтому, когда потом я уже такая вникла, думаю, ой, ну, это вообще все мое, и мне это очень нравилось, скажи, а потом разбор анализов. Да, шлема. Да, тебе было интересно, расскажи. Очень. Потому что у некоторых это кому-то это очень интересно, кого-то это пугает. Очень было интересно, я прям погружалась в эти листы, мне кажется, у меня вся семья сдала все анализы, и я сидела, разбирала там, вот, и потом, когда у меня мама приходила от очередного там кого-то специалиста и говорила, мне сказали, все нормально, я говорю, да нет же, посмотри, ну вот же же. То есть это, ну, прям. И была прямая связь, ты видела связь между теми дефицитами, которые были по анализам, и твоим, твоему самочувствию, все задачи, которые ты хотела решить? Я больше разбирала ребенка на тот момент, и да, конечно, я понимала, что вот почему у нее там тот или иной момент, что да, тут у нее там повышено, тут понижено, что тут вот нужно скорректировать, это мне на самом деле помогло. То есть какую-то вот эту зависимость видишь, и, по крайней мере, теперь понимаешь, опять же, там, про тот же самый пресловутый гемоглобин, который все сдают и всем говорят, да у вас все классно, а ты все равно весь вяленький сил нет, ничего нет, а просто надо бы еще сдать ферритины. Сейчас, там, не знаю, даже беременные подружки, я говорю, а ты сдавала? Она говорит, да мне врач сказал, что я говорю, сдай, сдай, сдай. То есть начинаешь это, и так иногда, конечно, чувствуешь себя какой-то нудилой, если честно, в этом вопросе, но тем не менее. Нет, это просто, я считаю, что это не занудность, да, или, как ты говоришь, не чувствовать себя нудилой, это такое проявление заботы о себе, о своем здоровье, и, да, как мы говорим постоянно на программе, никто, кроме вас, о себе не позаботится и не поймет, что происходит со здоровьем. Здесь я поясню, что Нина имеет в виду, большинство людей, наверное, 99%, когда идут к терапевту, назначается просто общий анализ крови, и вы сдаете гемоглобин для того, чтобы проверить, нет ли у вас дефицита железа. На самом деле гемоглобин упадет в самую последнюю очередь, а для того, чтобы действительно оценить, есть ли у вас дефицит железа, вам нужно сдать ферритин. Ферритин – это депо железа, и сначала истощается именно он, и только в последнюю очередь гемоглобин. Поэтому, если мы хотим действительно оценить уровень железа в организме, то нужно сдать сначала именно ферритин. Нина, скажи, пожалуйста, ты только на программе узнала про сахар, глютен, молоко, что кому-то можно, кому-то нельзя. Было ли это в твоем рационе до программы, было ли во время и осталось ли после? До программы я прям спорила со всеми глютеноненавистниками, говорила, да вы вообще что-то не то говорите, посмотрите, Италия, пицца, макароны, посмотрите, Франция, багет, круассан, вино. Посмотрите, как люди живут, они вообще рады, что они вообще живут и все это едят. И вы тут вот начинаете, и так в сером Челябинске, то кроссан есть нельзя. Я прям, ну как бы нет, я говорила, да нет, 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 а потом на курсе, значит, я узнала, что у Италии там дети уже с целиакии рожденные, да, с глютенонепереносимостью, с этой глютенонепереносимостью. Для меня, конечно, это, ну так, немножко меня отрезвило, скажем прямо, то есть если раньше, для меня прям, наверное, у меня вот вкус детства, это манная каша со сливочным маслом, бутерброд, вот этот багет со сливочным маслом и сыром. И это, конечно, вообще душу можно продать за это, даже сейчас, зная все эти ужасы, но тем не менее. И вот как бы понимаешь, насколько, ну, заложено в нас вот это вот все было. И что в итоге не все-то мы и здоровые выросли после этого. Не все-то мы и здоровые, да, выросли, хотя вот у меня постоянно там бабушки, да ты глупость придумала, я вот там, это как я пришла тоже к бабушке, говорю, ты орехи помыла? У меня просто были вот такие глаза, говорят, что? Да я всю жизнь прожила и все у меня классно. Я понимаю, что они просто априори были рождены немножко с другим набором. Да, с другим набором, да, и уровнем здоровья, на самом деле. И поэтому чем дальше, тем вот я, например, ну, и у себя я стараюсь ограничить глютен просто вследствие еще полученных мною анализов на курсе, там, есть некие такие моменты, по которым мне глютен вообще как бы надо бы исключить навсегда. Но тем не менее, вот сейчас я была в отпуске, например, и я ела круассаны. Но на самом деле мы об этом и говорим, и нет вот этой жесткости и жести, есть понимание своего организма, и как мы всегда говорим, что 80% если будет чистыми, то вы всегда оставите 20% на обычную жизнь. Да, вопрос не в жестком вероисповедании, да, все убрали. Есть показания по здоровью, есть лечебная система питания, в которой вы идете осознанно для того, чтобы кардинально изменить свое здоровье, а есть обычная жизнь. Да, и на курсе еще я, значит, неосознанно прошла систему питания, аутоиммунный протокол, я думаю, ну, надо, надо так надо. В общем, и мне было очень тяжело, мне было очень тяжело первую неделю без яиц, без орехов, которые, то есть, как бы, я готовилась, причем к нему я постепенно убирала вот эти все продукты воспаления, которые изначальные. И потом, когда уже мы дошли до этого момента, я думаю, ну, все. И когда приходили гости, мне, честно, хотелось всех просто послать куда подальше, потому что надо было сделать сырную нарезку, там, или что-то там, фруктов положить. А мне это было все нельзя. Две недели я жестко просидела, потом я постепенно, раз в неделю начала вводить продукты, решила себе это. В общем, я так была и рада яйцам. Какой там глютен? Я так была рада яйцам, орехам и вот этому вот всему. Просто обычным здоровым продуктом. Да, благодаря, наверное, в том числе и тому, что я прошла этот протокол, у меня очень хорошо снизились титры. Да. И у меня очень прям хорошо скорректировались анализы, и как бы я еще больше, наверное, поверила в это все, потому что как бы все равно, как доля скептицизма, она есть. Думаешь, блин. Что не может так организм зависеть от еды, от того, что я ем. Да. Да, это все не так, у нас, мы вообще хотим думать, что болезни берутся из ниоткуда. Вот есть я, есть мои болезни, но еда это вообще отдельно. Отдельно, тем более вот находясь как бы не, не знаю, там не на лазурном побережье, да, где все вот это фермерское там выращенное. Здесь у нас, да, на рынке купленное, мне кажется, ну господи, ну какой тут у нас, что тут у нас, супер огурцы что ли? Ну нет, но тем не менее, да, и сейчас иногда съедая что-нибудь вредное, и если меня вдруг начинает там раздувать, я думаю, Ксюша, блин, жила до тебя спокойно, тут теперь не могу поесть нормально какой-нибудь гадости. Потому что очень четко начинаешь считывать, когда организм почистился. Абсолютно, вот об этом, да, я про это и говорю, и многие расстраиваются, что теперь мы не можем есть пельмени или бургер, мне теперь плохо. А раньше мне было хорошо, а я всегда говорила, да не было вам хорошо, вы просто этого не замечали. Вы живете в постоянном ощущении дискомфорта, и принимаем это за норму. Ну как многие думают, у меня вздутие, но оно у большинства вздутие, у меня запор, ну так и что, так они у большинства, но у меня чешется, так у всех, наверное, чешется. И вот так мы живем и думаем, что это такая, какая-то норма, вариант нормы. Согласны, кто-то еще даже вообще, просто там в разговоре с женщиной с одной, что вот там, если сыпь какая-то на руках, как это вообще взаимосвязано с кишечникой? Я в туалет хожу, как по часам, при чем тут мои руки, вроде как. Да, да. Нина, скажи, пожалуйста, как твоя семья отреагировала на изменения в питании, были ли они согласны, за, и с какими проблемами ты столкнулась? У ребенка выбора не было, то есть она как бы априори была за, потому что ей там на тот момент было вообще два года, ну как бы чего ей дали, то она и ела, собственно. Вот, и она абсолютно адекватно к этому отнеслась. Конечно, сейчас она уже с возрастом, там, детские дни рождения те же самые. И опять же, здесь важно понимать, что, приходя на детский день рождения, я там не впадаю в истерику, говорю, нет, не давайте моему ребенку. Но, тем не менее, например, на ее праздники я заказываю, там, здоровый торт эти, да, без сахаров, без вот этого, без глютена, без молочки опять-таки. Вот, и при этом они прекрасно заходят всем детям, и все очень делают круглые глаза, когда узнают вообще, да, это тут зож. Вот, муж, он, конечно, немножко сложнее к этому отнесся, ну не то, что отнесся сложнее. Ему было сложнее, потому что отказываться, потому что там, например, те же самые бутики с колбаской. Колбаска, ну это же колбаска, там, купленная на рынке, там, у фермера, это же фермерская колбаска. И, то есть, вот такие какие-то моменты. Но сейчас у него как, например, с понедельника по пятницу он питается с нами, так скажем, да, на здоровом питании, а выходные он себе позволяет там все, что угодно. И даже при этом все равно можно увидеть динамику, даже если ты соблюдаешь до 5 на 2. Ну и покороны, фраза мне Ксюша разрешила, коньячок. Это, конечно, вообще просто, я думаю, господи, боже мой, не дай бог. Кому-нибудь с мужчинами лучше договориться на какой-то нейтральной территории, хоть что-то разрешить. Да, потому что он сейчас, например, опять-таки, пройдя протокол, он сейчас четко считывает тот момент, что, например, после бокала вина ему не очень хорошо становится. Вот, но тем не менее есть тот самый волшебный коньячок, который разрешила Ксюша. И он его прям вот тогда в моменты острой необходимости, так скажем, использует. Использует. Я не люблю готовить. Это все вранье. Суть в том, что я люблю, если я люблю приготовить, то я люблю приготовить что-то такое вот, там, какие-нибудь вафли, на которые муж не будет заморачиваться, или там какие-то оладьи, что-то там, не знаю, блины безглютеновые испечь, какие-то супер там салаты с непонятными вообще сочетаниями продуктов, нарезала все, что было в холодильнике, вот. А, скажем так, 70% еды в нашем доме готовит муж. Вот. Мне очень повезло. Сюрприз. Но он просто готовит, то есть я ему говорю, так, котлеты, что у нас в котлеты, то-то, то-то, то-то. Все. То есть ничего другого в котлеты он не добавляет просто. И ему это нравится. На самом деле и вкусно. И сейчас мы с ним, приходя в какие-то там, не знаю, заведения, он говорит, да блин, моя-то котлета вкуснее. Я говорю, да, да. И... Не будем вспоминать червяка в гречке. Не будем вспоминать ресторана. Да. Но вот опять-таки это, наверное, минус программы того, кто, знаете, живет такой жизнью, там, о, я по ресторанам, да, тут вся такая хожу, вот гламурная. А потом вам просто будет там невкусно, просто потому что почистятся вкусовые рецепторы, а в ресторанах очень много забивают соусами этими разными и всем. То есть сейчас, например, приходя, я заказываю просто салат просто с оливковым маслом, потому что вот эти вот все там соль, перец и еще сахар... Ну, кстати, Нина, к вопросу о ресторанах. Вы как раз мы делали интервью с Ромой, и он сказал, что это на самом деле выбор шеф-повара. И вообще у хорошего шеф-повара задача сделать продукт как можно чище, не испортить его усилителем вкуса. И только лень. И желание, чтобы к тебе пришли в ресторан еще раз, добавляет, скажем так, желание добавить какие-то усилителем? Ну, я согласна, быть может, это просто уже как бы, ну, там, Москва, Питер, да, другие. А у нас здесь, у нас просто такая история еще тоже. Все, всегда у меня муж, когда кому-нибудь приходит в гости, допустим, без меня, он что-то там приходит, спрашивает, А тебе это можно? Тебе жена разрешила? То есть вот такое вот уже, знаете, такое какое-то поверье, в общем, что я тут такая мегера, ничего не разрешаемый. Я говорю, так, спокойно. Идя в гости, я всегда осознаю то, что я иду в гости. Я не буду никогда там сидеть выковыривать, там, не знаю, хлеб, там, это глютен, я его не ем, там, это вот. То есть я так себя никогда не веду. Если меня вдруг спрашивают, что вам приготовить, то, конечно, я скажу, ну, там, вот так-то и так-то мне бы было приятно. Есть вообще, у меня просто есть знакомый, опять-таки, шеф-повар, и он такой, Нина идет к нам в гости, я вообще не понимаю, что я должен приготовить, потому что, опять-таки, у него тоже там маринад, например, и он туда добавляет тот же самый там сахар или ук. Так же как в борщ, у нас просто добавляют сахар, добавляют в борщ. Да, вот, и такое, мне иногда, конечно, смешно это все, но приятно, чтобы мне вот так вот, да, заботиться, не только я сама, а теперь уже все вокруг, потому что все думают, что я вообще, конечно, тотальный зож, но иногда я все-таки в своем аккаунте, в инстаграм показываю, что нет, ребят, я ем и торт я могу съесть, там, да, ну, вот захотелось мне и что-то еще. И в отпуске я вообще себя никак не сдерживаю, то есть, потому что, наверное, ну, должен быть баланс. Абсолютно. Иначе мы будем загнаны, и у меня есть такие знакомые, которые вот на самом деле настолько себя загнали уже, что у них даже на таком чистом питании что-нибудь где-нибудь вылазит. Потому что это уже психосоматика, это, во-первых, стресс, и нужно расслабиться, и, как мы всегда говорим на программе, если вы морально не готовы к какому-то лечебному протоколу, вам нельзя его соблюдать, вам просто хотя бы элементарно нужно чистое питание, и этого уже будет более чем достаточно, да, в отличие от какого-то строгого протокола, потому что если вы не готовы, может быть только хуже. Я согласна, и когда мне задают в Инстаграме вопросы по поводу протоколов, я говорю, вы знаете, я нет, то есть, я не назначаю протоколы, я вам ничего не скажу по вашим анализам, то есть, я, ну, просто как бы, во-первых, некомпетентна в этом, я для себя, и да, я окей, не для кого, да, я могу сказать свои ощущения от протокола, но не более чем. Нина, скажи, пожалуйста, когда ты перешла на новый рацион без молочной продукции, с чем, с какими трудностями ты столкнулась, что теперь, что готовить, что использовать вместо молочной, кисломолочной продукции, где все это брать, и, соответственно, как ты пришла к приготовлению йогуртов. Когда перешла на рацион на этот, у меня основное, конечно, это был хлеб. Да. Тут хлеба из зеленой гречки, эти зеленые хлеба. Пеку, и сейчас уже, если по-первыхому, ну, в первое время я пекла их прям, ну, много, потому что мне прям нужен был хлеб, как это хлеб, всему голова, там вот это вот все дело. Вот, то сейчас, кстати, ну, там, не знаю, раз в месяц, раз в месяц, да, я испекла хлеб, и то это уже как бы событие. И сейчас у нас в городе все больше и больше, кстати, появляется хотя бы без дрожжевого хлеба на закладке, это тоже радует. У нас много льняного, и миндального, и гречневого уже несколько. Вот, и это прям такая хорошая помощь. Вот. Очень тяжело мне было отказаться от сыра, иногда, вот, например, там, в отпуске я себе его позволяю. Всегда с оговоркой, я очень люблю бри, вот эти все сыры, конечно, ты так сидишь, думаешь, плесень, плесень, конечно, плесневые грибы, там, вот эта вся такая картина в голове, думаешь, да ладно. Вот. Сыр ничем я не заменила, то есть тофу мне, например, не, ну, не зашел, да, не нравится, он мне вся эта веганская, как бы, история. Все эти веганские колбасы тоже сразу нет. Нет, я нашла, например, фермера, который готовит прям, он мне весь рецепт сказал, все, то есть там нет ни сахара, ничего, его колбаса хранится 4-5 суток, да, дней, то есть если, допустим, ну, ребенку я могу купить, или самой там сильно захотелось, то есть я заказываю там эти палочки, вот, а я нашла всю эту фермерскую, там, курицу, яйца, это все, то есть если... То есть это на самом деле возможно? Это возможно, и у нас есть, там, не знаю, для Челябинска, да, кто смотрит про Челябинск, СНТ вишневый, это просто кладезь этих всех фермеров, там, вам, ну, вот, вообще все, что угодно. Есть все, на самом деле. Летом там прекрасные овощи, фрукты, ягоды, вообще просто вот, они даже ходят эту черноплодку собирать там в леса, и, ну, очень они выручают. Тут я начала, в общем, все же хочется чего-нибудь новенького, потому что понятно, что как бы, ну, там, да, котлета с кабачком, это все классно, но хочется чего-то новенького и еще новенького, и потом я прошла сначала ваш курс про здоровую еду с Романом, потом все эти марафоны тоже, и как-то раз-два, и просто я это чисто случайно там выложила раз в Инстаграм, два в Инстаграм, ну, окей, потом начался, значит, раз, и случился карантин, и когда нас закрыли всех дружно, там, две недели, или на сколько там вообще закрыли, что нельзя было никуда, то есть, ну, как бы ты тут, то там, не знаю, какая-то встреча, то там тренировка условно, то еще какое-то мероприятие, то ребенка куда-то свозить, то тут просто мы сели, как бы, я думаю, что делать, а меня давно просили сделать так, чтобы вот эти все мои там тарелки, вот эта вся штука была, как бы, отдельно где-то, и так появился аккаунт Нина про еду, собственно, и он изначально вообще задумывался, как просто делиться рецептами какими-то вот этим всем, потому что, опять же, у меня было очень много вопросов, как вы вообще выжили вот там на аутоиммунном протоколе, например, питание, когда нельзя ничего. Хотя на самом деле ничего, это очень много. Да, и первое, что вообще мне пришло в голову, какая у меня была идея, чем я занималась, я составляла просто людям рационы, то есть, мне они присылали, вот у меня список продуктов, что мне можно есть. Я им составляла на 7 дней трехразовое питание, то есть, это получалось, у меня 21 рецепт условно, плюс отдельно у меня шли рецепты там вкусняшек, там, не знаю, кексов, каких-то печеней. Вот, я делала такую историю, сейчас, если тоже там, ну, кто-то обращается, я, конечно, с радостью помогу, то есть, у меня теперь там такой большой, большая база там по всем протоколам буквально есть и просто общее какое-то, если кто-то хочет попробовать меню без глютена, без молочки, без сахара. Вот тоже, пожалуйста. Да, пожалуйста. А потом вот эти йогурты случились, и как бы началось, что, может быть, попробуйте, а может быть, вот вы хотите, а может быть, вы нам сделаете. Я говорю, ну, окей, как бы там сначала там две баночки, там три баночки, и как-то так пошло. А сам у меня, я помню, буря была, всплеск, когда ты показала, что ты вот заказала у меня йогурты в своем аккаунте, и у меня просто там за день плюс 350 подписчиков, все такие, мне? Я думаю, боже мой, как у меня кастрюля там 6 литров, и вам надо там на 10 наварить? И то есть, так оно постепенно пошло, а потом, я думаю, ну, надо как-то это оформить продукт, и все оно постепенно-постепенно, и уже, там, не знаю, через какое-то время я сидела и вспомнила историю. Получается, 2020 год мы встречали в Америке, мы были тогда, путешествовали, и там я покупала кокосовый йогурт. То есть, там было просто кокосовое молоко, пробиотики, и мне очень понравилось, там было написано Pure Love, Pure Love, вот, и прям я с этой баночкой думала, ну, господи, ну, почему у нас никто вот до этого не додумается? Но в тот момент я даже как бы не догадывалась, да, что это могу быть я вообще. Вот, и как-то вот оно так закрутилось, завертелось, все. Давай тогда скажем сейчас вот все, что ты делаешь очень вкусно, и что у тебя пользуется больше популярностью? Ну, например, я беру всегда это кокосовый йогурт, миндальный йогурт и миндальная рикотта, и кешь и сметана. А стыди девушек или заказчиков, что у тебя хит? Наверное, все-таки хит продаж это миндальный йогурт, потому что, ну, во-первых, с ним никто не хочет заморачиваться, потому что это такая длительная процедура вот этой чистки орехов, замачивания, вымачивания, чистки вот этого всего, там потом молоко. То есть надо сказать, что ты не делаешь сама молоко? Да, я делаю сама молоко, потому что все, что продается в магазинах, составы меня не устраивают, я делаю миндальное молоко сама. Инна, почему тебя не устраивает молоко? Что там такого в составах обычно? Ну, во-первых, очень низкое содержание миндаля в составе, то есть мне нужна определенная жирность, чтобы у йогурта была, а во-вторых, там обязательно есть сахара, которые мне не нужны, и, как правило, какие-то еще усилители вкуса, либо загустители, либо Е, ну, вот эти консерванты, да, потому что, как правило, магазинное молоко там порядка, не знаю, месяца двух-трех хранится, а миндальное молоко, приготовленное самостоятельно, 72 часа у него срок годности, то есть как бы, ну, разница очевидна. И, ну, на мой взгляд, миндальный йогурт максимально приближен вот к обыкновенному, то есть он самый нейтральный по вкусу, он самый такой вот, ну, вот, я не знаю, вот эта вот кислинка какая-то, да, йогуртная, да, вот она в нем есть. Кокосовый для меня это вообще десерт, ну, правда, он такой прям десертный какой-то, жирненький достаточно получается. И самое главное, что это база прекрасная, да, можно туда добавить и ягоды, и ягодное пюре, и семена, и орехи, и чиа, да, и будет десерт, да, и будет десерт, и можно там, не знаю, ту же самую гранолу еще, да, добавить и завтраки. Прекрасно у меня любит ребенок это все дело, тоже с гранолой, вот с этим вот просто ложкой уплетать, хотя как бы, ну, дети не все воспринимают вот это вот, растишка им приятнее, но тем не менее. Опять же дело вкусовых рецепторов, если они привыкли к такому ядреному сладкому вкусу, то, конечно, это сложно, но у детей рецепторы очищаются за 2 недели. С кокосовым я так, ну, можно сказать, не заморачиваюсь, я использую молоко фока для производства. Да, ну, тоже с чистейшим составом. Да, то есть там вода и кокосовая, мякоть кокоса меня все устраивает, поэтому я его использую. Изначально я пробовала готовить с другим молоком, но там как бы свои тонкости. Сметана и с кешью это вообще очень удивительный такой продукт. Она, вот если ее там подержать подольше, то это получается прям реальная вот кисленькая вот эта вот сметанка. Да, и это удивительно на самом деле, что это просто орехи вот в такое, с пробиотиками, в такую реакцию вступая вот так вот. Это вообще прекрасная заправка как сметана вообще к любому блюду, в том числе ко всем салатам. Да, у меня дочь ест с ней пельмени безглютеновые, потому что я стряпаю ей безглютеновые эти пельмени, и она вот с этой вот сметаной. И очень-очень вкусно она идет детям с овощными палочками, например, ну вот такие варианты. Миндальная рикотта. Кому-то заходит, кому-то нет. Все тоже индивидуально, кому-то просто, ну как бы понятно, что это не будет 100% вот как рикотта, да. Это что-то где-то примерно а-ля творожный сыр какой-то. Но у нас нет задачи обмануть и сказать, что обманите себя, вы едите миндальную рикотту, а как будто бы настоящую. Ну понятно, что это другой продукт. Вот, но кто-то, например, там все-таки, ой, ну вы знаете, что-то не так. Я говорю, ну тут как бы дело вкуса, я вообще не настаиваю, пожалуйста. И это на самом деле вот тот перечень продуктов, на который, ну на данный момент у меня есть декларации подтверждающие. Потому что я... Да, ты же получила документацию. Да, как вспомню, так вздрогну. На самом деле встреча со всеми нашими Роспотребнадзорами, это очень удивительная история. Но, тем не менее, все закончилось очень, как сказать... Удачно. Удачно, да. И у меня есть все документы, декларации. То есть оно прошло у меня весь там полный список анализов на все эти тяжелые металлы, палочки, там бактерии, инфекции. В общем, все проверено. И, конечно, дальнейший шаг. Хочу это все развивать и там какие-то... Ну, у тебя уже целое производство. А, у меня целое производство, но оно, знаете, как... Муж там смеется, у тебя, говорит, производство-то уже есть, но готовишься все равно все сама дома по ночам. Я говорю, ну как же, я вот этот вот свой... Вот этот йогуртик, да, вот это вот, да. Своё. И кролика. Почему, опять же, потому что люди, находящиеся на лечебных протоколах или тем, кому нельзя молочные продукты, у меня их просто нет в составе. Все паштеты, в основном, которые представлены у нас в магазинах, они все имеют в своем составе либо сливки, либо сливочная масса, либо вот что-то такое. Вот, а что еще? Хумусы. Хумус, точно. Это вообще тоже такая история. Никогда его не ела, не любила и познакомилась с ним в Арабских Эмиратах. Где готовят вкуснее всего. Да, и когда ты поговоришь с этим поваром, он расскажет, да его просто надо там взбивать до потери пульса, и тогда вот он получается такой. Еще бы такую машину, как в Эмиратах, в Эмиратах, да. И действительно получается такой. Сейчас у меня в цехе есть огромный кутер, который вот это вот все взбивает именно вот в такой вот пушный состав, да, воздушный. И это, конечно, тоже. Я все время прихожу, и, знаете, как ребенок, вот этот вот, запускаешь этот агрегат, и он взбивает, думаешь, да ладно, что так бывает, что ли? Да, прям вот, вот, как будто, я не знаю, правда, такие эти эмоции испытываешь, конечно. Гранолы готовлю, то есть кексы какие-то, все уже там, мне, знаете, наверное, уже спрос рождает предложение в моем уже случае, потому что, а это готовишь? Легко. А это готовишь? Легко. Если мне хочется, я готовлю. Мне не хочется, я говорю, слушайте, ребят, нет, сегодня не в ресурсе, вот у меня вот это есть, забирайте, остальное не буду. Нин, ты отличная фраза сказала, спрос рождает предложение. Если мы посмотрим на ассортимент двухлетней давности, да, в Челябинске по молоку, по муке, да, это небо и земля с тем, что сейчас у людей есть запрос, вот эта осознанность, и какое разнообразие сразу же появляется. Согласна. Приходящее с вами у меня тоже там. Самое интересное, конечно, когда там отправляешь мужа за этим всем, и он там тебе полку эту снимает, да где эта твоя там мука из конопли там какой-нибудь? Да-да-да, или молоко без консервантов. Да-да-да, но тем не менее все находит, и очень приятно, что есть это все сейчас в нашем городе, и действительно здесь уже вопрос, наверное, любви к себе и выбора вот этого вот. Даже ведь можно заказать уже почти все на сайтах, да, на Азоне, на Wildberries, то есть того тоже этого не было 2-3 года назад, да, и мы покупали, вот обходили с тем, что есть в магазинах. Да, да, и сейчас уже даже на Азоне половина Ахер, мне кажется, продается этих всех там масел и всего. И тут уже, когда вот меня там спрашивают, ну вот вообще, как ты живешь вообще, тебе, наверное, так плохо? Мне кажется, как только приходит осознание того, зачем ты это делаешь, то все эти вопросы отпадают. Как только, ну я не знаю, вот особенно, наверное, женский организм, может быть, у мужчин это, конечно, не так, но женский организм, там все вот эти вот какие-то неровности на коже, там лицо, вот это все, как только ты видишь, что происходит с твоим лицом, что происходит, там, не знаю, с ногами. И на крови секрет, у мужчин все то же самое, просто их внешний вид волнует чуть меньше, чем у девушек, поэтому они больше закрывают на это глаза, но ты совершенно права, что это отражение сразу на нашем теле. И тогда я говорю, как это может не вдохновлять, когда ты вот видишь, что ты две недели там условно отказался от этого молока, причем, и при этом даже, когда меня спрашивают, я говорю, я не против молока, честно, если вы найдете достойного фермера. И у вас нет при этом лактаза недостаточно. Да, если вы, пожалуйста, едьте, покупайте, ну и опять-таки лучше, конечно, это делать в летний период, когда они там травку зеленую жуют, вообще я не против. Просто, ну, я, в принципе, из молочки я люблю сыр, сливочное масло еще вот летом, которое вот я покупаю, да, а так, чтобы вот молоко там с горла, как бы, о, классно. С батоном. С батоном, да. Или как эти, не будете класть булочку со сливками в котлету, я вот это прям вспомнил. Ну, и, конечно, у меня это такое, ну, для меня, то есть я вот помню, когда только там я ушла во взрослую жизнь от родителей, я мальчик, ну, мама, как детка, она говорит, размочи булочку в сливочках и туда ее добавь. Нам всем так говорили, а когда можно, оказывается, просто кабачок добавить или там кнельную массу, и будет то же самое, только гораздо полезнее, это для многих удивительно. Да, для меня это тоже прям, до сих пор мне кажется удивительно, я же думаю, ну, как так вот, ну, вот, вот все же просто на самом деле. Нина, как ты считаешь, кому стоит пройти эту программу, а кому не стоит, кому она будет важна? Мое, конечно, мнение безоговорочное, что важна она всем, просто потому что это, ну, я не знаю, такая база, из чего вообще состоит человек, да, условно говоря. То есть этот твой залог хорошего настроения, хорошего самочувствия, всего от кончиков пальцев, да, до кончиков волос, это все, ты хотя бы вообще, любой человек, опять же, при заинтересованности его, если он хочет узнать из чего, как бы, как он функционирует именно физически, то это вот, наверное, туда, это о том, это этот курс, узнать себя изнутри получше, всю свою, так скажем, подноготную. И единственное, может быть, кому-то я бы советовала, например, работать еще в паре, ну, не в паре, а так рассматривать, скажем так, с двух сторон, как со стороны психологии, так и со стороны физики. То есть потому что кому-то я понимаю, что даже у меня были противоречия внутренние, то есть я думала, ну, как бы прям скепсис, он всегда есть, и он даже иногда и сейчас встречается, при том, что я уже это все прошла, да, и четко понимаю, и я думаю, да, нет, здесь можно, и вот ты что-нибудь там где-нибудь подъешь, и с утра с этим, там, уж извините, с комом соплей в горле просыпаешься и думаешь, все, опять 25, опять это Ксюша, будь она не ладно, вот, поэтому мне кажется, здесь вопрос личной заинтересованности просто, нет каких-то вообще здесь может и бабушка проходить, и девушка, и женщина, ну, и мужчины даже могут это, но мне кажется, больше, конечно, мужчины через своих жен, там, да, через подруг об этом во всем узнают, наверное, они не так погружаются в это, но опять-таки тоже мужчины разные бывают, и кто-то, я не знаю, вы знаете, вот кому прям вообще надо? Медикам, педиатрам всем, просто терапевтам. Потому что это их результаты будут в разы лучше, у нас, да, с каждым разом, на самом деле, врачи обучаются все больше и больше, и от них самые благодарные отзывы, потому что они говорят, что мы выздоравливаем пациентов в разы быстрее, точнее, и вообще это возможно, в отличие от только лишь назначения лекарств. Вот, это очень ценно, потому что, опять же, я прошла это все с ребенком, когда там в определенном возрасте водила ее к гастроэнтерологу, и то есть для меня всегда, для меня, точнее, тогда не было удивительным, что у нее не брали никаких анализов, а просто вот там я что вспомнила, рассказала, вот они диагноз по этому поставили и назначили. А сейчас, например, там, вызывая того же педиатра, она мне говорит, ну, полечите вот этим, я говорю, а на основании чего я этим должна полечить? На меня все так иногда смотрят, типа, ты что вообще меня позвала, тут сидишь такая умная? Вот, это очень важно, чтобы люди понимали, что нельзя точно так же, как, а вот какие вы витаминки пьете, мне тоже надо пить? Я говорю, никакие не пью, я вам ничего не скажу, просто потому что узнайте себя сначала, а потом уже, как бы, вот, пейте витаминки там или не пейте их, то есть это все индивидуально и, ну, вот, главное, вот, врачам прям, прям, всем, всех загнать. Это правда. Нина, спасибо большое, что ты нашла время и пришла. Я приглашаю всех подписаться на Нину и посмотреть, какую чудо-продукцию Нина готовит. Ссылка на профиль Нины в Инстаграм находится в описании к этому видео. И, конечно же, вы слышали про всех, кому важна программа «Практическая нутрициология для семьи». Если вам важно ваше здоровье, молодость и красота, и вы хотите восстановить здоровье с помощью питания, то я приглашаю вас присоединиться к программе «Практическая нутрициология для семьи». Ссылка на программу находится в описании к этому видео. С вами, как всегда, была Ксения Черная. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Я прощаюсь с вами, а с вами был канал про здоровье, единственный канал о питании, где мы говорим о еде не с точки зрения похудения, а с точки зрения восстановления здоровья. Нина, спасибо огромное тебе за эту встречу. Тебе спасибо. И мне сейчас даже иногда все говорят, я хочу у вас там приехать, забрать, не знаю, условно на Рублевке йогурт. Я говорю, извините, я из Челябинска. Они говорят, в смысле, Аксения Черная ест ваши йогурты? Я говорю, так она тоже из Челябинска. Да ладно. Мне прям пишут, наверное, день через день, что думают, что она из Москвы. Совсем из Москвы. Да.